Добрый вечер! Спасибо организаторам за предоставленную возможность поделиться своими идеями про экономику счастья. Меня зовут Юлия, и я уверена, что вам не нужно не обладать ученой степенью, не каким-то креативным мышлением, для того, чтобы периодически, иногда, задавать себе вопрос, а счастлив ли я? Итак, что же такое счастье? Если мы зададим в поисковике слово «счастье», мы увидим тысячи разных картинок. Это будет и красота, и признание, и семья. У всех разные причины для того, чтобы ощущать себя счастливым. Но ученые, в частности экономисты, привыкли мыслить категориями в числах. Формализовать мы любим все. Поэтому долгое время счастье и вообще категория счастья оценивалась через благосостояние страны. А точнее, через показатель ВВП на душу населения. Как мы знаем, ВВП – это то количество товаров, работы, услуг, которые каждая страна производит в течение года. Так вот, интересно заметить то, что до начала XVII века, если мыслить о счастье в категории ВВП, все люди были одинаково несчастливы. Потому что они жили всего лишь на один доллар в день в среднем 29 календарных лет. И только с конца XVIII века, с начала технической революции, люди начали быть богаче. И техническая революция повлекла то, что мы видим на слайде. Страны начали богатеть. Страны начали богатеть, люди начали богатеть. И вместе с этим появилась так называемая дифференциация в доходах. Если мы посмотрим на вот эти бегущие линеечки, то мы увидим, что каждая соответствует цвету континента. Красные линии – это Азия. Желтые – Европа и Россия. Голубые – Африка. Зеленые – это Америка. Мы видим, что все они стремятся вперед. Это ВВП на душу населения. И за последние 200 лет ВВП вырос в 20 раз. О чем это говорит? О том, что страны стали очень богатыми, так и очень бедными. Ну и главный вопрос, который это влечет за собой – действительно ли повлекла такая дифференциация в доходах? Аналогичное различие в уровнях счастья. Вот давайте представим, что вы счастливый человек. А теперь представим, что я в два раза всего, но менее счастливая. Как вы думаете, это много или мало? Конечно же много. В два раза быть менее счастливым кого-то, но это просто пропасть. А теперь мы представим, что мы менее счастливы в 60 раз. На сегодняшний день доходы между странами отличаются в 60 раз. Это парадокс. И, конечно же, это не так. Люди не менее счастливы в 60 раз, если они менее получают ВВП на душу населения в одной стране, чем в другой. Этот парадокс очень хорошо видно на карте, дальше я ее представлю, которая показывает интегральный индекс международной счастья, рассчитываемый форумом новой экономики. Так вот, в этот индекс входят три показателя. Это субъективная удовлетворенность людей жизнью, это ожидаемая продолжительность жизни и экологический след. Причем первый показатель, он рассчитывается с помощью анкетирования, второй он статистически известен везде, а экологический след это то, как страна воздействует на среду своего обитания. И что же мы видим? Наиболее богатые страны, это Америка и страны Евросоюза, они совершенно не являются самыми счастливыми. А самые счастливые зеленые страны, это страны Латинской Америки, Мексика, Аргентина и Чили. Итак, данный парадокс впервые увидел Ричард Эстерлин, когда в 1970 году он проговорил концепцию счастья, и он изменил парадигму подсчета счастья через ВВП. Он первый сказал о том, что счастье не всегда зависит от денег. Ну и в течение последующих 50 лет экономика счастья пережила огромный научный бум. Очень много ученых заинтересовались критериями счастья, как его измерить, что из счастья, кто счастливый, а кто нет. И я представляю вам три достижения в области экономики счастья, которые можно называть фактически доказанными. Итак, первое достижение заключается в том, что счастье все-таки зависит от денег. Как бы это грустно ни было, но парадокс Эстерлина на межстрановых данных не подтверждается. Причем это однозначно видно, как для богатых стран, так и для бедных. Мы видим, что действительно уровень счастья имеет очень-очень тесную зависимость от дохода. Причем данный вывод был доказан и на статистических показателях России, когда у одних и тех же людей брали интервью и спрашивали о счастье. Они показали, что в 90-е годы, когда уровень дохода в стране падал, они становились менее счастливыми, а в 2000-х годах наоборот более счастливыми. Второе достижение заключается в том, что уровень счастья увеличивается в результате роста доходов только у обладателей низких доходов. О чем идет речь? О том, что все мы с вами, становясь богаче, ощущаем эмоционально себя более счастливыми. Но до определенного уровня. Этот уровень разный в странах. Вот, например, в Америке, как доказал Ангус Диттон, это Нобелевский лаврия 2015 года, и его соавтор Дэниел Каннинман, этот уровень 75 тысяч долларов в год. Когда вы зарабатываете в Америке больше этого уровня, вы уже больше не будете счастливы выше, чем вы были до этого. Ну и третье достижение заключается в том, что счастье зависит от возраста. Это самое интересное достижение, и мы видим две кривые. О чем идет речь? Ученые доказали, что начиная с молодого возраста, с 15-17 лет, и вплоть до средних лет, кривая счастья сползает вниз. То есть, проще говоря, до 37 лет в среднем люди чувствуют себя менее и менее счастливыми. И только после средних лет кривая счастья начинает ползти вверх. Почему так происходит, я думаю, логично объяснить. Люди заработали, они сделали карьеру, они вырастили детей и могут посвятить много времени себе. Но обратите внимание на один нюанс. Кривых-то две. Верхняя кривая, которая обозначена пунктиром, это кривая для развитых стран, а вот нижняя для развивающихся. Таким образом, ученые доказали то, что если страна богата, то люди в ней будут счастливо жить практически до конца своих дней. И наоборот. Конечно же, в качестве такого момента позитивного я хочу отметить, что кривые эти общие для страны в целом. Конечно же, в развитой стране, в развивающейся мы можем найти много исключений. Вот, например, моя мама, ей 65 лет, она говорит, что она сейчас самый счастливый человек. Она говорит, да, я люблю своих детей, но сейчас я делаю то, что я хочу. Несмотря на то, что она живет в стране на нижней кривой. Так вот, о чем же мы говорим? Если экономика счастья рассматривает страны, то мы можем сделать простой вывод о том, что просто сменив страну, просто переехав в богатую, развитую страну, мы попадаем в новый финансовый статус. И очень часто мы слышим такое выражение, что минимальный уровень жизни в развитой стране намного-намного превышает средний и даже высокий в развивающейся. И мы видим статистику. Ежегодно 250 миллионов мигрантов уезжают со своих малых родин, кидают свои города, семьи иногда, работу и так далее, для того, чтобы найти себя в новой жизни. Представьте 250 миллионов человек. Это примерно два населения России. Ежегодно мигрирует. Что же люди ищут? Ну, конечно же, в первую очередь, более высокого удовлетворения своих потребностей. И статистические данные сухие, они абсолютно это доказывают полностью. Вот, например, здесь я привела статистику, в которой видно, что если мы сравниваем среднемесячную зарплату, а она для удобства вся была пересчитана в рубли, то мы действительно видим, что в развитых странах, это были выбраны Лондон и Синдапур, уровень потребления намного выше, чем в развивающихся нашей стране, Российской Федерации и в Африканской Замбии. В желтых прямоугольниках мы видим количество однотипных товаров, которые экономисты считают в качестве однотипных, потому что это Макмилл и Макдональдс, они примерно одинаковы везде. Сколько мы можем купить таких товаров в месяц на среднемесячную зарплату? И мы отчетливо видим, что в Сингапуре это количество превышает практически в два раза Африку. Но не нужно забывать о том, что вместе с высокими зарплатами мигрант находит высокие расходы. И в первую очередь расходы на жилье и аренду. Мы тоже видим это в статистике. Чтобы купить квартиру в Сингапуре, где метр жилья стоит больше миллиона рублей на наши деньги, потребуется 20 лет. То же самое с услугами. Коммунальные услуги, поход в кино или фитнес-клуб обойдется в развитой стране намного дороже. И это хорошо известно. Так что же тянет людей за границу? Я уверена, что у каждого из вас в ленте в Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме постоянно есть всякие записи друзей, знакомых о том, что они либо уже переехали, либо собираются переехать за границу. Люди все равно, так или иначе, ищут свое счастье. Они ищут, как себя реализовать, как удовлетворить потребности наиболее полно. Но кто-то задумывался о том, что значит удовлетворить потребности полно. И насколько это полно. Вот у меня полно или у вас? Никто не задумывался, наверное. А вот Абрахам Масло в 1943 году придумал известнейшую пирамиду, которая очень проста. Пирамида потребностей показывает, что есть физиологические потребности, без удовлетворения которых невозможны потребности самовыражения и удовлетворения их. Но Абрахам Масло в 1943 году даже не мог представить о том, что цифровая революция подарит нам еще одну потребность. Это потребность социального одобрения в социальных сетях. На сегодняшний день ежедневно тысячи, миллионы людей выкладывают сториз и оценивают другие контенты. Мы оцениваем, нас оценивают, мы меняем мировоззрение других людей, другие люди меняют наше мировоззрение, наша жизнь полностью перестала быть потемками. Ученые доказали, что минимальное количество лайков просто ниже, чем вчера, обеспечивает людям депрессию. Таким образом, конечно же, это важная сторона, которая приводит к тому, что порой у людей занижается самооценка. Но бог с ней самооценка, если мы видим успехи наших знакомых, друзей в работе или в личной жизни. Но когда мы видим картинки с красивыми локациями, с красивой природой, с красивыми географическими объектами, то мы начинаем думать, что где-то далеко есть счастье, а вот у нас вот так все серо и уныло. И поэтому люди, конечно же, уезжают. Они думают, что будут счастливыми, если перейдут в другое место, а потом оказывается, что куда бы мы ни поехали, мы берем туда себя самих. От себя я хочу добавить только то, что наивысшее счастье, это счастье от самореализации, оно достаточно проще достигается в родной культуре, на языке, на котором мы говорим с детства, в понятной для нас ментальности. И поэтому я желаю вам быть счастливыми здесь и сейчас, и чтобы ваше индивидуальное кривое счастье, несмотря ни на что, где вы живете сейчас, стремилось только вверх. Спасибо.